Здравствуйте, зрители моего канала! И, пожалуй, продолжим очередную серию прохождения очередной мотики первой. Собственно, сейчас я сделаю эти шоколонки. Я говорю, это нормально. Чтоб их не сильно слышно было в микрофоне. И продолжим. Как я помню, где-то мы здесь, наверное, остановились. В общем, остановились мы на моменте какой-то микроподлаге были. Когда мы, в общем-то, получили урезель, да, сколько я помню, сам меч и, собственно, саму руну, да, врезелья. Поставил ее на семерочку. Волна смерти врезелья. Добьет она не сильно много. Теперь нам нужно будет, собственно, и опять с помощью бага спрыгнув вниз. Чтоб не портоваться, выпью зелье и побегу, собственно, в сторону города орков. тут у меня куча ржавых мечей, но я их уже подбирать не буду. Наверное. Толку у меня от них не сильно много. Что у нас из квестов осталось? Изнанный шаман и все. Напомню я, что я, в принципе, могу прокачать себе еще кучу левела за счет того, что буду убивать демонов и тому подобное. Странно, вот квест висит мне с этим орком, а никакого толку нету. С ним говорю ничего. Значит, могу у нас призывать кучу демонов и, в общем-то, с помощью этих демонов прокачивать себе левел. Кучу скелетов, значит, армию тьмы и так далее. Сколько у меня денег, интересно? А денег у меня 40 тысяч. Это на случай, если вдруг мне понадобятся какие-нибудь банки, я не знаю, на ману, либо на жизни. В принципе, у меня их предостаточно 200, 200, 100, 130, 130. В общем, я думаю, не будет мне необходимости в банках. Я их так не ем, сколько их нужно. Вот. И попробую, значит, заклинания на, в общем-то, противники. что-то здесь стало темнее, чем обычно. Так. Надеюсь, банки можно использовать внутри. Да, можно. А, ну что я, надеюсь, я же уже использовал. Так, я ходил в прошлый раз через верх, если не ошибаюсь. Теперь, ой, через низ, теперь пойду через верх. Есть вероятность, что тут полез-палис так же шмаба, как, собственно, и внизу. Да, тут два прохода, один через туннель, через кравлера, второй через верх. Так, ну тут у нас все, по-моему, а здесь забыл я, как я тут прыгал. По-моему, с начала этого или с края второго, я точно не помню. По-моему, с края второго. Нет, наверное, сначала первого. Первого. Или нет, непонятно. Аааа, ни одна хвинтек. Чарт. Ай-ай-ай-ай-ай. Интересно, как я туда переступил? По-моему, просто вперед шел, да? Ладно, пойду через низ. Потому что это надолго. просто потом вернусь. Возвращаться, насколько я знаю, по-моему, через эту штуку. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Так. Он успокоился, да? Я ничего не нашел, так это у меня почему-то стоит огненный дождь. Хотя должно стоять... А, смерть нежики у меня восьмонка? Да нет, должна быть шестерка. отчеток кое. Ладно. Эй-ей. Эй. 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 ты думал я слабый да а нет я не слабый зелье продолжить долбался есть но я не слабый интересно везде полиспались моба нет не везде наверно вот попробую на нем вначале я сохранюсь и попробую может быть просто навсего любое теперь заклинание мое будет на него действовать как с уроном либо лишь придется наверно бомбить его заклинанием попробую такое заклинание нет не наносит урона смерть нежити а нам теперь кольцо смерти ой-ой-ой кольцо смерти конечно беда она может он вначале со мной захочет поговорить будешь со мной говорить нет ну ладно нет так нет дыхание смерти это счет за колдовство шестой круг урон от магии 100 стоимость матч или какой-то бред я не понял как скалируется урон потому что чё-то я ему много нанес мне кажется так я тут уже не был поэтому стремно и видно хреново лампочка а ману сожгло мне офигеть просто не магии мил я не знаю что в них там за броня а 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 вроде пробивает вроде бы даже неплохо пробивает блин я этими банками буду долго отъедаться буду помощнее банки есть у меня тех и тех много но мне кажется все таки огненная штука помашить получше будет потому что она сносит как-то удобней кольцо как-то не то долго длинный каст сильно и вообще вот против таких вот целей надо ладно от этого убегу как получается идеально дом пна мне нужно знаете какое за клин 경우에는 А что тут у меня есть? Селение? Да, я им не пользуюсь. Телепортация. Смерть у Резеля. А на восьмеркой у меня чего я не вижу. Поставлю телефон на зарядку. Мне нужно заклинание, которое я только что подобрал. Вот это, на восьмерочку. Сейчас я его поэкспериментирую тоже. Дыхание смерти. Так, вставляем все мечи, которые мы выбили с шаманов. Орковских, нежеских, орконежеских. Так, вставляем, значит, эти мечи. Открылись немного оборота. Открылись. Тут опасно. Ксаута, что ли? У нас не так много времени, так что слушай внимательно. Как ты, спящий уже рядом. Мне стоило больших трудов добраться сюда. Я перевел оркские пророчества и понял, что значит пять сердец. Пять сердец, побежденных тобой жрецов, лежат в пяти гробницах. Гробницы эти не сложно открыть. Но только древний клинок в руках жреца сможет уничтожить сердца. Ты должен будешь пронзить сердца пятью клинками. Только так можно изгнать спящего из этого мира. Я понял. Торопись. Безумный Коргалом со своими учениками уже здесь. И демон вскоре пробудится. Они собрались в зале спящего. Я пролил довольно крови. Теперь меня уже ничто не остановит. Мощь спящего растет. И я не... Что с тобой? Я... Должен. Слабак. Ау. Спящий тебя усыпил? А куда тут идти? Черт, тут четыре прохода. Офигеть. Спасибо, блин. Мог бы прежде чем спать мне сказать куда идти. Пойду сюда. Не, вообще какое-то не очень эффективное наклинание. Не догонишь. Нафига делать такое заклинание шестого ранга? Шестого круга, да? Которое нифига не наносит вообще. Много хп есть. Большие минусы. Так. Убираем эту фигню. И возьмем что-нибудь ледяное. Только не молнию, а скорее всего третьего ранга ледяную глыбу. Очень полезно, мне кажется, будет. Очень полезно, мне кажется, будет. Афига ли мы тут. да ладно это не серьезно уже спящий что вот прям вот час то нет я наверное ребят вернусь и посмотрю что в других дверях потому что она как-то ну вообще как бы не очень вдруг там что-то классно банки на тыщу урона магии там насчет банок да надо двухминутные есть чаем эти конченые какие-то банки и собственно в конце я как всегда собственно призываю кучу мира демонов всяких скелетов спишь не спи потому что считаю что с той толпой драться в одиночку рискованное дело можно конечно их победить какой-то же массовой магии вот подарочек мне да сюда был начале игры бы попасть максимальной жизни максимальной маны еще ловкости еще хп силой ловкость еще хп больше сейчас на кушаюсь баночек еще жизнь еще сила еще ма нифига там маны дали сейчас почитаю сколько конкретно жизни и последний сундучок вот тут видят это все побегу в другой проход может там в другом проходе то же самое так так а другой проход у нас немножко дальше здесь да фига тут вообще просто силы можно было и вообще реально и не качать и я помню что тут в конце бонус такой если неплохой дается к сожалению я что-то думал там будет чуть дольше казалось как видно да спящий здесь купить его недолго потрачу на это все буквально там минут десять давайте короче посмотрим начале что тут нам далось и так зелья ловкости две штуки по восемь каждая 2 потом зелья жизни плюс 5 зелья жизни плюс 10 и 7 банок зелья жизни плюс 15 офигеть просто так зелья маны плюс 15 6 банок сколько 90 маны добавилась силой ловкость 6 6 2 банки силе 8 7 банок до вывлезти не ошибаюсь это шахренеть сколько силы теперь глянем сколько силы у меня у меня силы 160 блин ловкости 50 маны 200 жизни 715 до серьезные такие цифры серьезные и пойду этой дорогой готов я уже ходил здесь по идее должен быть еще наверно один этот вот он вот вот чё-то я не понял ледяная глыба как-то недалеко стреляет или мне показалось здесь дорога опаснее чем с той стороны чё-то поймали меня а ну нафиг не согласен хорошая штука конечно это заклинание но чё-то она мне не вдохновляет не так вдохновляет короче может быть после массовой заморозки или после точечной заморозки так поем баночек и буду готовиться уже к последнему бою так ты была не была буду жрать самые крутые банки самые крутые так только здесь были на входе два человека да ну чё традиции как я смотрю собственно видел кучу видео как собственно здесь побеждают всех в общем-то чем големами ледяная волна тоже как вариант не можно их по одному выманивать я в принципе выманивал я когда-то даже мечом и просто всех порубал когда играл до воина а что у меня силы блин вы видели сколько у меня силами я просто охренеть а мне было где-то 200 силы сейчас буду кольцом лупить ну и мелочь наверно вызову парочку армии тьмы идет армия тьмы вот она все я понял понял идеальная прокачка слушайте вызывать армию тьмы и будем ее будут убивать а как насчет демона демона вы любите вложение они демонов не любят Что там с этим демоном? Вы его хоть пробиваете? К сожалению, они его не пробивают. Видимо, эти големы не такие уж и крутые, как их рассказывают. Видимо, не так. Для отвлечения внимания. Сейчас я их создам еще там, сколько у меня штук есть. Ладно, хватит. И так слишком много. Ледяная волна, кольцо смерти. Мы не позволим тебе расстроить наши планы. Мир вот-вот станет свидетелем пробуждения Избавителя. И никто не в силах остановить его. Всех неверных ждет расплата за их грехи. И тебе уготована честь стать первым из них. Не будись... Скажи... Ну, откуда? А, все, да? Гасите спящего. Ха-ха. Так, съем баночку. Големчики, пожалуйста, помогите. Големчики. Ого. Фига вы долбите, психи. Големчики. Ладно, я понял. Наконец-то мы снова встретимся. Скоро я буду... Мы не позволим тебя расстроить. На. Мир вот-вот станет свидетель. И тебе. Уготовлено честь. У А зафармите вы его. Есть, да? Тут есть два варианта, в принципе. Я, наверное, сохранюсь и покажу. Можно просто на скорость это все сделать. Ну, я, по крайней мере, попробую. Два. Три. Черт, не получается. Блин, это не то. Как видно, неплохо так сносит эта волна. Так, нужно зелье выпить. И от них, видимо, как видно, да, можно прятаться. Вот, протыкаем, значит, эту фигню. Че, нету демона, что ли? А радиус-то какой? Вы видели радиус? Очередная видяшка. Финальная. Третье. 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 Продолжение следует... После того, как спящий был изгнан в свое измерение, я вернулся к солнечному свету. Магический барьер пал, но мой путь только начался. Но это другая история. Да, это история второй части Готики. Вот эти две видюшки я, в принципе, скину, наверное. Вот эту и там, где я, значит, с помощью Милтона, да, издлинания, всадил в оружие всю силу, в этот, в Урезель, да, всадил всю силу руды. Вернее, горы руды, которая была у, собственно, магов воды. А, в новом лагере. Потому что здесь они мне почему-то показываются маленькими картинками. Не знаю, надеюсь, во второй Готике такого не будет. В общем-то, на этом все. Тут обычные титры будут. Ожидайте, в общем-то, следующие серии. Это будет уже вторая Готика. Не знаю, что там будет. Буду я снимать после второй Готики. Может быть, сразу третью. Не сразу, а как бы, очевидно, третью, да? Зипа, конечно, может быть, Бризон первый поиграем. Но, наверное, в начале третьего Готика, который, ну, скорее всего. Но пока что вторая очередь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.